На площадке перед фитнес-клубом на Талсинской необычное скопление людей. Возмущаются клиенты. Их не пускают в тренажерные залы, хотя у них есть оплаченные абонементы. Очень многие люди покупали абонементы прямо непосредственно перед карантином, потому что спортквартал объявил акцию. Они продавали очень дешевые абонементы по 9 тысяч рублей. Некоторые покупали целыми семьями на 4 человека. Ну там муж, жена и двое их детей. Теперь они не могут не получить назад свои деньги, не воспользоваться услугами. И вот, собственно, мы здесь пытаемся как-то решить ситуацию, как вообще нам дальше быть, как действовать. Сейчас фитнес-клуб называется «Олимп». Раньше это был спортквартал, еще раньше – «Зебра». На протяжении года здесь арендовала спортзалы-бассейн и, соответственно, продавала абонементы общества с ограниченной ответственностью «Фитбьюти». Сначала они выдавали карту «Зебра». В этом году они выдали карту спортквартала с эквизитами. Кроме этого, есть такие договоры, у кого на ИП «Магомедов», у кого на «Офитбьюти». Но факт, куда эти деньги уходили, мы как бы не знаем, потому что у нас договор у всех без ИНН, без расчетного счета. Но у всех есть карты, и деньги уходили на расчетный счет. Потому что по… Откажите, пожалуйста, когда последний раз здесь занимались и когда удалось? В марте. Здание фитнес-центра принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Митра-М». С недавних пор владельцы сами начали проводить здесь разовые занятия для всех желающих. Они утверждают, что перед теми, кто ранее приобрел абонементы, обязательств у них нет. Зато есть финансовые претензии к бывшему арендатору «Офитбьюти», о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды. К сожалению, печальная ситуация. Арендатор несколько месяцев не платил арендную плату. Мы расторгли с ними договор. При этом они продолжали продавать абонементы, невзирая ни на что. Мы их предупреждали. За четыре месяца подали в арбитражный суд. В марте месяца, 27 марта, мы расторгли договор. По условию договора они обязаны в течение одного дня вернуть нам наше здание обратно. Они не вернули, поэтому мы 3-го числа вернули его сами по закону, на совершенно законных основаниях. На стихийный митинг перед зданием фитнес-клуба собрались лишь несколько десятков пострадавших клиентов. А вообще масштабы конфликта впечатляют. Клиентов у «Спортквартала» было порядка пяти тысяч. Сколько? Порядка пяти тысяч. Пяти тысяч? Да. И все пять тысяч оказались вот... Да, да. Ну, в разной степени пострадавшими, но это пять тысяч человек, щелковских граждан. Нам бы очень хотелось узнать позицию второй стороны конфликта – компании «Фитбьюти». Поинтересоваться, когда и как будут возвращены деньги людям за необеспеченные услуги. Попробовали позвонить по телефону, который выставлен в данных Росстата, но нам ответили, что теперь он принадлежит частному лицу. Ни клиенты, ни собственник здания также не могут связаться с представителями бывшего партнера. В договорах, которые были заключены с клиентами, значится, что юридические расторжения договорных отношений может произойти только после возвращения денег. Пока мы не можем утверждать, что людей банально обманывали, собрав и не вернув деньги. Но ситуация складывается очень похожим образом. Мы будем следить за развитием событий. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...